И еще никто в мире не сделал глупость, не сел в лужу и не совершил преступления, лежа на диване. Все непоправимые ошибки на совести людей, покинувших свои диваны. Дед, ты когда долго ждешь? Сначала я любил. Какого я любил? Тинякову, блядь! Я в твои годы уже от армии откосил. Вас с сеструхой в муках зачинал. Каждый второй подросток в своей жизни хотя бы раз пробовал работать. Я нашла это у тебя в комнате. Нам надо поговорить. Мы с матерью не для того тебя растили. Я не работал, пока мне 21 год не исполнился. Вот тут. Я сама видела, как ты работаешь, мам. Проституция это не работа. Все имею. Я тебя не для того 12 лет рожала, чтобы работать. Я видела, что наша дочь снова отправляет резюме. Работать захотела, да? Я покажу, блядь, тебе, как работать. Папа, нет! Пизду и в Москву работать! Да ты пойми, сперва это просто подработка, но затем это превращается в официальное трудоустро. Да, знаете вы от меня? Или ты хочешь закончить индивидуальным предпринимателем, как твой брат? Сынок, ты что, медик? Это не мое. Друзья дали на хранение. Да пособия по инвалидности вполне должно хватить. Да не хочу быть проституткой! Да не переживай ты так, там больше разговоров. А дел на две минуты. Ну что делать будем? Бля, может, в Москву рванем? И ты ж смотри, чувак! Ну пиздец вам, дедочки! Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Все, что за мной приехали? Ну так вот, глядя.